Необычные акции удивили жителей Востока сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Возле супермаркета «Ауми» проходило настоящее оживленное действие. Огромная пожарная машина, инструмент и форма спасателей не могли остаться без внимания прохожих. Таким образом привлекается внимание родителей и детей к работе спасателей. А также это хорошая профилактическая работа, благодаря которой в интересной форме брещенам рассказывают, как себя вести, если в доме случилась беда. Это общая эспубликанская такая акция под названием «Центр внимания детей». Она делится на три этапа. Первый этап – это были мероприятия на объектах с массовым прибыванием людей, она уже прошла. Второй этап – это встреча с людьми, с населением, поведение конкурсов, в которых мы сейчас и находимся. И третий этап – это будет участие в собраниях школ, поведение мероприятий и обучение в своих учебных заведениях. Особую популярность акция получила у детей. Они с огромным удовольствием соревновались в различных конкурсах, за участие в которых получали памятные призы. Скоростное одевание, на которое спасатели-профессионалы тратят всего 16 секунд, стало самым массовым состязанием. Кроме того, любой желающий мог поддержать в руках профессиональные инструменты, благодаря которым спасаются чьи-то жизни. Такие мероприятия хороши не только для детей, но и для родителей, которые повышают свою противопожарную грамотность. Врещание благодарны сотрудникам МЧС за подобные мероприятия. Спасибо вам, что вы проводите эти акции. Они нужны всем, все откликнутся. Конечно же, это же наша безопасность, это наше здоровье, наша жизнь и хорошая жизнь в нашей стране будет, правда же, если не будут случаться эти беды. Подобные акции уже давно практикуются сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям, поэтому и пользуются особой популярностью среди населения города Бреста. Благодаря таким мероприятиям дети с малого знают, как вести себя, если случится пожар. Спасатели с радостью делились своими знаниями в этой области, а вместе с тем дарили подарки и положительные эмоции жителям района Восток.